Мы едем смотреть каньоны. Продолжение следует... Мы готовы идти смотреть каньоны Канарче. Ты снимал? Да. Мне очень интересно, насколько сложным будет наш маршрут, и будет ли так же тяжело идти, как в Аларче, где тоже была пометка «Лёгкий тур», как к этому, но я едва взобралась там. Надеюсь, что сегодня будет чуть легче, не так тяжело. Первое впечатление – это я, конечно, в восторге от количества цветов породы, потому что горы зелёные не потому что на них что-то растёт, а потому что это камни такого цвета – красно-оранжевый с зелёным и чёрным. никогда такого не видели, очень красиво. ой, вот тут видно зелёный цвет гор и вдали красный холм. Очень красиво. Я не знаю, что это горы или холмы. Как это правильно называется? Путь до горы. Да. На самом деле пейзажи какие-то как будто бы даже марсианские, потому что так много красной земли. Как марсианские пейзажи, если бы на Марсе была растительность и если бы мы вообще точно знали, как что-то устроено на Марсе. Ну, я не знаю, но я сейчас себя ощущаю, как, не знаю, какой-нибудь Орёл и Решка Северная Америка, если честно. Потому что пейзажи похожи на те, что я видела по телевизору. Я поняла, на самом деле мы в фильме про Индиана Джонса, и возможно мы сегодня найдём сокровище, не знаю, татаро-монголского Иго или кого, чьи сокровища здесь можно найти. Сокровище Манаса. Мы найдём здесь сокровище Манаса. Мы, Дженни, поняли, что мы даже не фильм про Индиана Джонса. Мы находимся на обложке альбома Views 2001 года Origin of Symmetry. Вот тут сейчас я вставлю. Точно надо поставить на музыку будет Nights of Cydonia. И, конечно же, через пару шагов выяснилось, что на самом деле мы думали о совершенно разных альбомах. Женя действительно думала об альбоме 2001 года Origin of Symmetry с вот такой обложкой, а мне же все пейзажи вокруг больше напоминали альбом 2006 года, на котором действительно находится песня Nights of Cydonia. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кроме того, что это очень красиво, и что если у вас есть возможность приехать сюда, то, мне кажется, это однозначно стоит. В Черезноводске во дворе раньше была глиняная гора с точно таким же спающимся подъемом, только глина была бежевая. И вот, там раньше не было домов, мы все детства на нее лазили, это было очень сложно, я помню, особенно когда много человек лезет, и там за лето вытирался такой гладкий-гладкий слой, по которому очень сложно забраться. Скатывались обычно, вниз спускались на задницы, вот, очень похоже, только грандиознее по масштабу. Время обеда у нас, вот, такие маленькие бургеры, которые немножко помялись в пути, зато у нас прекрасный вид. Этот кусочек каньона выглядит, как будто бы там две жабы сидят и квакают. Хочется назвать это видео, что это видео для Никиты Васильева специально, которые вечно меня спрашивают, а что делать в Кыргызстане в этом? Вот, до этого он меня спрашивал, а что делать в Самаре? Надя, а вам как поднималися в пускатках? Комната всех знакомых? Не знаю. Не, мы так. Я хочу сказать, что дорога к каньонам намного проще, чем дорога Валарче к разбитому сердцу. Во-первых, мы шли в более спокойном темпе, вся группа. И, во-вторых, тут нет такого, что ты всю дорогу абсолютно идёшь только наверх по достаточно скользкой дороге. Тут маленький подъём, поэтому маршрут достаточно расслабленный. Но есть пару таких, мне кажется, даже экстремальных мест. Я на обратном пути покажу, сниму. Это ступени, где надо крапкаться по скале. И, ну, на самом деле, только одно место страшное и тяжёлое. Остальные попроще, намного проще. Вот. Но, в принципе, даже на каком-то страшном тяжёлом месте забрался даже ребёнок, которому, не знаю, лет шесть, да? Как ты считаешь? Нет. Вот, так что, да, маршрут очень приятный и просто, я не знаю, я получила огромное удовольствие, когда мы по нему шли. Сижу, мечтаю о том, что если бы у меня был свой бренд одежды, то как красиво было бы в этих каньонах отснять летнюю коллекцию или осень. Особенно, если бы она была в таких бежевых цветах. Ой, как красиво было бы. Вот такие моменты страшные. Вот такие ступени, я имею в виду, что было сложно подниматься на них. Спускаться было легче, но я не помню, вот это самое страшное или ниже есть ещё одна. Если она есть, я её тоже покажу. Вот самая тяжёлая часть маршрута, самый сложный уступ, потому что надо крапкаться по вот этой стенке, в общем-то, как горный козлик над обрывом. Обрывом он не очень высокий, но всё равно страшно за счёт того, что внизу камни, и как бы падать будет, ну, самое минимальное, что неприятно. Так что почувствую себя горными козочками сегодня. Кстати, хочу заметить, что со всех этих ступеней было легче спускаться, чем на них подниматься, потому что достаточно крутые. Крутые, но как-то, когда спускаешься, весь обрыв перед тобой, ты понимаешь, ну, короче, не так страшно, я не знаю. Вот, это интересно, потому что обычно спускаться сложнее в таких местах, как мне кажется. По моему небольшому опыту, спускаться иногда бывает тяжелее, чем подниматься. Но тут совершенно другая история. Так что, ну, классно, что есть немножко адреналина, он так бодрит. Мы взяли на двоих один босолагман, маленький салат, облепиховый чай и уже не кофе. Мы пообегали, тут довольно приятное кафе, и, кстати, даже нормальный был туалет, чистый, вот, стоил 10 сон. И сейчас мы поедем, и я, наконец-таки, увижу Иссык-Куль, и Женек тоже увидит Иссык-Куль. А ну куда вы получите? Потому что все, с кем бы ни говорил с местным, все, первый вопрос, который спрашивает, а вы были на Иссык-Куль? Вы еще не были на Иссык-Куль. Вот, сегодня мы наконец-таки увидим Иссык-Куль. Мы приехали к Иссык-Куль. Северный Бельг, дикий пляж. Привет, Иссык-Куль. Так молодо лету. Вообще не видит другой берег, тут только легкая дымка. Такая чистая вода, прозрачная. Я и кепочка. Так прохладно от озера. Это газ. Думаю, по кайфу было бы зайти, пощупать водичку ножками или нет. В общем-то, не очень тепло, но соблазн велик. И соблазны на глупости велики. Очень хочу, если честно. Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле, на холоднее, чем Волга в начале лета. Ну, блин, так классно теперь. Мы много прошли, когда ходили по каньонам. И на самом деле, так кайфово зайти в холодную воду. Дальше. Дальше. Дальше по плану чилы расколбасы горячих. Очень горячая вода в источниках. Максимум можно посидеть, наверное, минут пять-десять. И жалко, что не написана температура воды в каждой купальне. Она немножко разная везде. Есть совсем горячие, совсем холодные. Между ними, ну, такие тоже горячие, как очень-очень горячая ванна. Не знаю, ну, выше тридцати восьми градусов, я думаю, источники. Вот. И после них так разморила. Еще интересно, что нигде не указан состав минеральной воды. Вообще, очень интересно. Мне кажется, никому больше, кроме меня, не интересно, но мне интересно. Вот. И после такой горячей воды просто кайф, на самом деле, лежать на солнышке. Хотя не так уж жарко на улице, но охлаждает приятно, потому что вода, действительно, очень горячая. Как будто бы немножко варишься в ней. В общем, территория достаточно симпатичная у источников. И красивый вид на горы в ту сторону. Вход стоил 350 сом с человека. Также можно взять в аренду халат и полотенце. Полотенце стоит 50 сом на час, халат 100 сом на час. Но, на самом деле, больше часа, я думаю, здесь делать и нечего. Потому что, как я сказала, вода очень горячая, да. Вода очень горячая, да. И, в принципе, во всяких минеральных источниках обычно рекомендованное время для их посещения это 15 минут. Остальное так. Ну, походить, тут кофе, чай попить. Вот так. Это самый горячий источник. Мы его не пробовали. Потому что и остальные очень горячие. Единственный момент, что нет никакой навигации. И абсолютно непонятно даже, вот можно ли зайти в кафе, в купальнике. Или это кафе скорее для гостей пансионата. И люди туда ходят поесть нормально. То есть, не просто выпить чай, а именно покушать. И они в нормальной одежде. Ты не будешь перед ними сидеть труса. Вот. Так же там в... Даже нет. В раздевалке навигации иногда непонятно, в какую сторону тебе выйти. Или где душ. Или где туалет находится. В общем, это минус. Но я думаю, это место новое и станет лучше. В общем, это место новое и станет лучше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok